Центральная площадь, час ночи. Пешеходная зона превратилась в зону танцевально-автомобильную. На видео в соцсетях отреагировал интернет-активист Илья Алексин. Он ведет сообщество о недоработках в благоустройстве. Нашлись таковые и здесь. Оказалось, что граница между владениями пешеходов и водителей вероломно нарушена. В своем сообществе «Новорингойский урбанист» я неоднократно говорил, что вот эти дешевые столбики, начиная от 900 до 1500 рублей с анкерными креплениями, их вырвут буквально сразу же. Ну и, соответственно, я не знаю, чем руководствовались те, кто их сюда в проект закладывали. Хрупкие столбики действительно быстро пали под натиском водителей. Один валяется в сугробе, никак не закрепленный, а другой и вовсе полностью погребен под снегом. Вот и ездят теперь все беспрепятственно. Даже нам во время съемки пришлось отступать перед тяжелой техникой. Исчезают в этом месте не только столбики, но и целые дорожные знаки. Как мне сказала одна женщина-водитель о том, как правильно называется этот дорожный знак, я-то знал название, она нет. Она сказала, что он называется «Парковка туда». «Туда» – это в смысле на городскую площадь. В своем видео Илья Алексин разоблачает этот знак, сообщая, что ГОСТ, по которому он установлен, утратил силу. Пока мы пытались получить официальный комментарий, парковка туда исчезла. А проблема осталась. Сегодня, кстати, я даже шла, вот здесь прохожу, и женщина прямо вот сюда, вот и я стою с коляской. Куда мне? От машины или что? Хотя, в принципе, да, она здесь не должна заезжать. Пешеходам, дай слово, немного, что скажут. Видел свободное место, припарковался. А вот столбики вот эти вас никак не смущают? Нет, я здесь постоянно приезжаю, здесь постоянно машины стоят, как бы проблем не было до этого. У вас не было соблазнования, что все машины едут, прямо туда заезжают? Ну, нет, конечно. Вот арочка поближе к площади? Ну, нет. Зачем? Ну, во-первых, это и чревато финансово, могут же наказать, опять же. Но только, ну, и надо по правилам ездить, в конце концов. По проекту, место парковки действительно ближе к дороге, а не возле арки. Но по факту, знаками это никак не обозначено. Дорожное недоразумение комментирует инструктор автошколы. В данном случае должны быть цепи на этих столбиках стоять. И знак парковки, это не знака, ничего нету, как бы. Вот и все, люди заезжают. Можно даже на площадь проехать. Это не местный человек, если приедет с другого города, будет кататься по городу и может заехать на площадь, потому что знаков нету, что нельзя туда заезжать. В городской администрации нам пообещали, что знаки появятся, но только с наступлением плюсовых температур. Поскольку при благоустройстве территории городской площади появилось много коммуникаций подземных, в том числе электрических, сейчас проводить работы со вскрытием мерзлого грунта довольно-таки трудоемкое, так скажу. Что же касается столбиков, то хрупкими их делали для того, чтобы машины не получали повреждений в случае неосторожного наезда. Теперь им планируют найти более стойкую замену. Анна Мирошниченко, Вангавриленко. Время и мало. Новую рингой.